Идеальный мир, царствие небесное, и воплощение греха и соблазна, земной скверны. Когда человек просто рождается, уже врешен, потому что на нем лежит печать первородного греха. И только там хорошо, а здесь плохо. Это вот конфликт между тем и тем миром. Между землей и небом война, так сказать. Но это не обязательно может быть так. Потому как может быть конфликт между верхним и средним миром. Создают евреев золотого тельца, пока Моисей получает скрижание. Господь Бог и Эгова их наказывают. Много раз наказывают, потому что постоянно что-то не так делают. Это в философской притче, что представитель этой религиозной конфессии молится Господу отцов своих. Говорит, почему мне нет ни денег, ни жены молодой. Ни здоровью ты меня обделил. Бог у меня, другая, золотой, чем говорит. Да не люблю я тебя. И вот это конфликт между верхним и средним. Бог очень эмоционально может не любить. Человек может его за это проклинать. Если почитать книгу Иова. Иова я рекомендую почитать. Очень такой знаменательный. Был праведник. Дьявол с Богом поспорил. Бог говорит, что в любом состоянии Иов останется праведником. А дьявол говорит, разоберем его все постепенно. Значит, что тебя проклинать. Ну и там поспорил. И забрал у него сначала там всех любимых, родных, все богатство. Терпел. Смирялся. А вот когда здоровьишко забрал, и кожу язвами покрыл, и проказы наделил. Тут достал сидеть на тепелище и хулить своего Создателя. Создатель появляется в блески славы. Начинает летать гром и молния. Начинает говорить, что ты меня хулишь. Ты был, когда я Легиафаном создавал огромное чудовище? Не был критер. А ты был, когда я землю создавал? Не был. Так вот и нифига на меня полу возносить. Получай все обратное. Оставайся праведным. Такое краткое содержание. Конфликт между верхним и средним миром. А что же может еще быть? А может быть конфликт между средним и нижним миром? Миром людей. Вот. И вот этим. С этим все в порядке. Замечательно. А эти твари вылазят и пакостят. Подлюди. Все что-то под руку толкает. В ночь перед Рождеством. Вспомните, бог это там не очень. Он где-то так и есть вроде как. Нет абстракций. А вот всякие черти вылазят. Там какой-то колдун сидит. Галушки ест. Да. Летит под луной вакула на черте. Нигде, где он не видит Марию. Нигде Христосика не видит. А вот зато ведьмы летят. Зеленые танцуют. Ну и в конце концов конфликт все-таки продолжаем быть конфликтом. Хоть черт и оказался там, но все равно под локоть толкал. Продолжал, когда тот иконостас расписывал по мелочи пакости. Постоянный конфликт. Притча. Одна бабушка постоянно ставила свечки всем угодникам. А нечистому, который тоже эконографически изображался в пекле, постоянно путишь показывали. А вот на-кася, выпусти лукаву. На-кася, выпусти. Ну-кася, выпусти. Кукишок под носок. И так она достала лукаву. У нее и изи возникнет бабка старая. Гришвилы, Гришвилы. Все записано. Попадись ты у меня только. Каждый твой кукишок, припомни. Будешь у меня сковорода полезать. Утрица в глиняной плошке уголек принесла. И положила. А всем остальным свечки растаивала. Батюшки, что ты стародежный? Батюшки, ну не знаешь еще куда угодишь. Ну что это, как не шуманизм. Так что двинемся дальше. И глубже во все это. Так. Вот это очень важно. Структура нашего физического космоса. То есть наша внутренняя Вселенная. Идентична к структуре физической. В этом суть человеческого восприятия. Структура психического космоса. Идентична к структуре физического. Мир для человека с древнейших времен. Строится по одной и той же схеме. И внутри, и снаружи. Наше тело это в некотором роде карта. И они окажены при космической зоне. Голова. Верху. Средняя. И... Среднее туловище, до пояса, до талии, и нижний, все то, что нижняя талия, связанная с ногами, гениталиями и отправлением физиологических потребностей, нижней. И две сужающие зоны, или границы, или мосты. И вот здесь вот мост, шея, и вот здесь вот мост, талия. Это три психологические составляющие. Ум, или мудреное слово, когнитивные способности. Это способности к познанию. Когнитивные способности. Чувства и инстинкты. Там, где чувства, это эмоциональный поведенческий аспект. Эмоциональный поведенческий аспект. В скобочках можно стереть или шаблон. Ну какие? Сказали, что-то плохое, обиделся. Улыбнулись? Сами улыбнулись. Расстроились? Заплакали. Ну и прочее-прочее. Там их не так много. А вот, вот здесь вот инстинкт, это, собственно, поведенческий. Или подсознательный. Подсознательный. То есть не эмоциональный, а на уровне реакции. На уровне животных реакции. Подсознательный. Аспект. Реакция на стимул, на уровне инстинкта. В шаманском миропонимании нет разделения на внутреннюю реальность. И внешне. И удачное, это очень важно. Это как жилье. Есть единый процесс. Слово, которое сейчас напишем. Оно. Очень часто встречается в объяснениях. И изложение различных ударов. Концепции. Найдите. Слово такое. Холистический. Холистический. О-лис-ки-чест-ки. Или целостный. Лечение такое может быть. Нетрадиционный медицин. Целостный. Подход. Итак, есть единый процесс. Холистический. То есть целостный. И информационный. А информационный, это значит какой? Пространственно-временной и смысловой. Сейчас я еще раз почитаю. Правда, если все одни. Смысловую реальность. Чему я клоню, чему я везу чуть позже. С выходом на практику это все. В шаманском миропонимании нет разделения на одну пеню реальность внешней. Есть единый процесс холистической, целостной, информационной, то есть пространственно-временной смысловой реальности. Две с половиной тысячи лет назад. Две с половиной тысячи лет назад. Йогра открыла. Идею о смысловой конструкции Вселенной. Идея о смысловой конструкции Вселенной. Сейчас подобная идея высказывает своеменная физика, в том числе и физика микромера. Взаимодействие на уровне микромера. Итак, в чем же заключается эта идея? Ребята, в эту идею вписываются мифологические представления пространства. А также древняя шаманнистическая картинка. Все есть смысл. Все есть смысл. Мир глобальная, семантическая или смысловое знаково. Семантическая, семантическая. Пространство. И этот глобализм, в хорошем смысле глобализм, или всеохватность, зависит от широты, глубины и сложности. Так называемых когнитивных карт. Чуть ниже, буквально сейчас, будет объяснен этот термин. Когнитивных карт. Или познавательных карт. А что такое глобализм? По сути, это всеохватность. Или так называемый индийский уруша. Глобализм, всеохватность. И вот мы выходим с вами на понимание, что же такое когнитивная или познавательная карпа. До этого, после того, что читал Наташа, была один из элементов этих самых когнитивных карт. Когнитивная карта. Карта. Вселенная. Есть набор смыслов. Или, говоря современным языком, файлы. Набор файлов, упакованы друг в друга в определенной последовательности. Стремящихся к бесконечности. Последовательность стремится к бесконечности. Любое движение, любой компонент Вселенной есть сгусток информации. Любой компонент Вселенной – это сгусток информации. И не важно, психический этот процесс или физический, сгусток информации без разницы, психический или физический. В рамках теории этой самой когнитивной карты, психический или физический несущественно. Важен сам факт процесса осознания дефицит распаковки смыслов. Важен сам процесс осознания дефицит распаковки смыслов. Вселенная – это гигантская конструкция. В своем объеме тяготеющая к бесконечности и являющая собой великий смысл. Вселенная – это гигантская конструкция в своем объеме тяготеющая к бесконечности и являющая собой великий смысл. В свою очередь, этот великий смысл состоит из бесконечного количества смыслов. И как предположение, что, возможно, это бесконечность смыслов и создает бесконечность самой Вселенной. Из-за невозможности мыслить ее конечной. Это будет на камере, это записывать не обязательно. Просто для последующих осмыслений. Задача йога, как и задача шамана древних времен – войти в такое состояние восприятия, где глобальные категории смыслов возможны осмыслению. Вот это мы запишем. Задача йога, так же, как и шамана древности. Я вас не радую и не агитирую за шаманализмом, просто как способ сравнения йоги хоть с чем-то, чтобы выявить ее некие практические моменты. Задача йога, как и задача шамана древних времен – войти в такое состояние восприятия, где глобальные категории смыслов. Глобальные категории смыслов. Возможны осмыслению. То есть процесс осмысления. Возможны осмыслению. И это как йогическое, так и шаманское состояние сознания. Как йогическое, так и шаманское. Особое состояние сознания. И для шамана и для йога оно одинаково особо. Но практические задачи иначе осмыслялись. У шамана прагматические задачи, допустим, узнать, где тело мертвого охотника, чтобы похоронить согласно традиции этого общества. Узнать, где промысловы звери. Узнать, как там дела на том свете в душе. Мучиться или не мучиться. Почему-то снится и жалуется родственникам, что плохо и там. Исцелить человека, который вроде бы и неволен, а тем не менее сидит и смоет в одну точку. И мучит. И прочее. У йога немножко другие были задачи. Ну, если исцелять, то какими-то методами традиционной культуры, благословения. Наставлять трудную минуту. Советовать разживет сложных жизненных ситуаций. Как-то коррективный поток событий. Но, по сути, это одно и то же. Особое состояние сознания. Хористическое восприятие мира, или целостное, отличается от нашего обычного восприятия. А состояния, необходимые для подобного восприятия, отличаются от обычных состояний сознания. И дальше. И йог, и шаман воспринимает мир как целостную реальность. Целостная реальность. Чуть ниже расшифровка. Что такое целостная реальность? Целостная реальность. Неразделенная на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя и психическая реальность. Внутренняя и внешняя. Воспринимается как единое целое. А что это дает? В этой реальности особого состояния сознания, психический материал его души и йога и шамана вложен в физическую территориальную реальность его жизни. В реальности особого состояния сознания, психический материал души, вложен в физическую территориальную реальность жизни. Умение оперировать, то есть управлять подобным космосом, это умение ходить по территории. И для этого у йога и шамана есть свои мироописания и картографика. То есть некоторые образы подобного рода, их можно назвать психический образ, внутренний, связанные и с религиозным воспитанием, мир восприятием, царством фантазии, воображением. Но в особом состоянии сознания грани нету, существует. И все, что внутри в виде фантазии, образов, медитативных образов и прочего-прочего, начинает восприниматься как объективный факт окружающего. Для того, как воспринимают для его окружения, становится фактом. То есть начинают феномены быть, такие как спонтанное исцеление, не только в традиции йоги. Допустим, известен такой факт. Человек пришел с Вьетнамской войны и не заживала рана на ноге. И не умирал, и постоянно открытая язва. Поехал в Европу, в места, которые для любого католика святые. А он где-то во Франции случился. У него спонтанно рана заросла, когда он не спил воды. И, допустим, католические монахи в кельях, реагирующие на распятие, у них возникают интересные феномены. В центрах ладошки, насквозь, отверстие, как у распятого креста. В боку глубокое отверстие, как рана к копья. Причем кровь не идет, но в организме это есть. И когда смотрят на отверстие рук, проводили эксперименты, оно полузакрытое кожицей, но если на него надолеть, возникает четырехгранное отверстие, как от римского гвоздя. И на другой стороне тоже скрывается кожа. Как если бы был увидимый гвоздь. И многие, многие такие феномены. Повославные традиции, усуки, усуки. То есть то, что человек внутри воспринимает, как некоторое религиозное, обладающее определенными атрибутами. Это начинает проявляться во вну. Какие карты есть у шаманов? У шамана есть карта, по которой уходят верхние, средние и нижние миры. Зачастую эта карта имеет вполне физический эквивалент. Изображается шаманом на основном инструменте его путешествия. Бубни. Чаще всего это болтайская традиция. Это дерево. Та же елочка. Любое схематичное ее изображение. Корешки. Какие-нибудь там рыбки, черепашки. Какие-нибудь человечки, змейки. Какой-нибудь домик. Какая-нибудь оградка с чем-нибудь. Что-нибудь страшненькое. Такое вот. Здесь тоже какие-нибудь такие птички могут летать. Зверушки могут ходить. Здесь чаще всего такие вот домики, юрты. Олени пасутся, либо кони. Солнышко, луна. Иногда такой человечек какой-то тоже с бубном. Его предок. И он не просто так рисует, когда он начинает бубен бить. Для него возникает объемное, чуть ли не пятимерное изображение. Где все это реально. Он по всему этому путешествует. Здесь разные подземные направления. Иногда встречается не сильно добром, с ним сражается. Птички его на себе носят. Он с высоты птиц смотришь, где там что находится. Может в верхний мир пойти. В него действительно переживание, что он с кем-нибудь ханом не испьет. И тот ему какой-то подарок делает. Он приносит и здесь в жизни что-то происходить начинает. Связанное со сцелением, либо с помощью стремлений. Но в некоторой традициях изображения нету на бубне. Он все в сознании удерживает. При помощи компании других действий шаманы до сих пор влияют на так называемую объективную реальность. Лечат людей, находят удельные предметы, вызывают дождь, ходят по углям и демонстрируют прочие экстрасенсорные способности. За последние 300 лет изучения шаманизма накоплено достаточно фактов и свидетельств успешной шаманской деятельности. Необъяснимое испечатление официальной науки, но реально работающей. Но главный критерий у этой деятельности, никто из тех, кто хоть чем-то обладает, не дает рекламных объявлений в сети интернет. Если где-то, что называется, вы видите рекламное объявление, человек срекламирует как посвященного шамана с индийскими дверями. Экзотика. Экзотика. В данном случае рекомендую прочитать «Интекательный книг». Некто Филипп Богачёв. Филипп Богачёв. Психолог. Судистолог. Гипнотерапевт. Эмилурист. Шаман в большом городе. Чтобы получить некую прививку вам. От излишней веры. Излишней веры во что? В лосоцкой притче. Один мужчина запрутал лесу и вышел на избушку. Он очень похож на избушку на хвоих ножках. Бабушка старого спрейта. Он говорит, бабушка, кто ты такая? Колдунный человек говорит она. Ой, бабушка, а что ты наколдовать можешь? Да что, хочу. Что хочешь вам наколдовать? А можешь мне жить хорошую, богатую? Прямо машинка красивая, последние модели. Жена, любовница, все что хочешь. А денег можно плаковать? И с собой карта. Есть. Ставишь в банкомат, посмотришь какой у тебя еще стал. А что еще хочешь? Ну, хочу стать известным, знаменитым и штукиным талантом. На город дойдешь, все будет, проверишь. Мамушка, а как, естественно, выйти? Да вот по тропинке этой пойдешь. Он только на... Стой, Милок. Ну, поэтому у меня к тебе ко мне идут. Одна живу. Стосковалась по мужскому муществу. Он думает, вот блин. Вот ведь тоспы ее не развеешь и без всего останешься. Ну, развеял как мог. Довольная бабушка провожает его, папочка, машет. Милок, лет-то тебе сколько? Ну, сороковой пошел. А все, сказки едешь. Короче, не могу говорить сказки. Можно даже узнать, какие-то конечные у вас сказочного позиционирования лежат. Рекомендую. Я смогу прочитать, что все механизмы разбираются на основе чего можно даже создавать свой образ. Нужный, опять же, для вас некий имидж приобщенного в таинство. Можно и не создавать, можно и не играть. Просто вот на эту тему. Итак. Итак. Для шамана понятие ре-а-ль-у. Ре-а-ль-у. Само вот это понятие ре-а-ль-у. Несколько шире общепринятого. Сам фактор целостности, присущий особым состояниям сознания, предполагает связь между внешним миром и внутренним. В шаманской традиции принято считать, выражаясь в термина материалистической науке, что деятельность нашего сознания активно влияет на внешнюю реальность. Деятельность нашего сознания активно влияет на внешнюю реальность. Другими словами, то, как мы мыслим и чувствуем, влияет на то, что произойдет и происходит с нами и миром, в котором мы живем. Более того, сам человек является просто дверью между внутренним космосом и внешним. В шаманском мире этот космос или объективная действительность еще и заселен вполне конкретными и весьма активными существами. И в йоге, и в буддизме, подчеркнувшем из йоги практические психотехники, существует представление, подобное шаманским. Испокон веков, йоги и буддисты картографируют психологические состояния. Они создают янтры, мандалы и тханки. Янтра, мандала, тханка. Слово янтра образовалось от санскритских слов янтры. От санскритских слов янтры. Ян в переводе санскрита значит поддерживающий или удерживающий суть объекта или концепции. Ян в переводе санскрита значит поддерживающий или удерживающий суть объекта или концепции. Окончание тра происходит от слова трано. Трано. Что означает освобождение от рабства? Янтра означает высвобождение из цикла перерождений или мокша. А также инструмент обретения силы достижения чего-либо. Инструмент обретения силы достижения чего-либо. Янтра представляет собой пластину с выгравированными генетическими узорами, являющимися формой божественной энергии. Иногда это не пластина, а рисунок, изображение. Эта энергия зарождается в центре и разворачивается круговыми волнами, как изображается на Ян. В процессе рождения энергии во Вселенной фундаментальный принцип развертывания энергии. В центре янтра есть точка или бинду. Бинду. Точка для концентрации. Точка единства, начало, ключевой принцип так называемой эманации или проявленности. В этой точке концентрируется энергия и исходит из нее. Бинду может быть окружена треугольниками. Видели швеянку, состоящую из множества множеств треугольников? Снимите, забейте, опять же, швеянку, что такое. И вам выйдет изображение. Множество треугольников определенный узор. Что это все такое? Ну, может быть, не только треугольники, чуть позже скажу. Множество множеств шестиугольниками, кругами, в зависимости от характеристик божества, которому посвящена Янка или аспекта, который она представляет. В тантрической йоге бинду означает самого Шилу, как источник создания Всего Сущего. Там же и считается, что именно Шилу все создал. Не Брахма, не Брахмана, а все все пошло. Треугольник, или трикона, бьете в хатха, это трикон асана. Символ шага, женской энергии, созидательного аспекта. Когда в одном вершине вниз, это одновременно и женское, производящее и народное начало, и одновременно вода, и одновременно благодать, нисходящее из верхних реальностей в нижние. Часто, часто это сопровождается и мужским переводником, вершины направленных вверх. Это восхождение духа от материальности в духовных слоях или огонь. Пламя огня постоянно направлено вверх, вода капелька за капелькой падает вниз. Посерединке возникает их интеграция и взаимодействие. Два треугольника, направленные в положенные стороны, образуют шестиконечную звезду. Называется так. Шаткона. Это не символ иудаизма в данном случае. То есть не звезда Давидеева, а Шаткона. Очень древний символ. Фигура символизирует союз Куруши и Пракрики. Пракрики. Шивы и Шатки. Мужского и женского. Созидание и трансформация. Есть созидание. Есть трансформация. Без которых невозможно существование мира. Что же еще изображается на ямах? А потом мы разберем, зачем изображается и как с этой глянкой уже работают. Для того, чтобы она вызывала нужные изменения в создании во внешнем мире. Круг. Все это дело вписывается в круг. Символизирует движение. Как фундаментальный принцип эволюции макрокосма или Вселенной. Движение. 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 Фундаментальный принцип. 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 Эволюцию макрокосма. Его стихия. Воздух. Называется. Вайютаттва. Вот этот самый круг. Стихия. Воздух. Что еще присутствует? Это лепестки лотоса. Их может быть разное количество, которые регламентируются. То есть приписывается именно такое количество лепестков и не такое другое. Я условно написал количество лепестков, просто чтобы некая графическая схема появилась. Лепестки лотоса, расположенные по кругу янтры, означают выражение и развертывание энергии из бинду. Из начала мироздания лепестки выражение и развертывание энергии из бинду. Лотос или падма – символ чистоты и одновременно разнообразия. Чистота, разнообразие. Разнообразие. Каждый лепесток означает определенный аспект мироздания. В каждой янтре, каждый лепесток, в самом деле, и он еще изображается санскритский звук на каждом лепестке. И все это определенный аспект мироздания. Завершает я, вдруг, квадрат или бху-пура. Покажу сейчас, как он завершает. Тоже такой непростой квадрат. Вот. 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 Вот такой вот лепесток. Вот. Все уверяется. Я так тоже, безусловно, рисую. Вот. Или рамка квадратной формы. У бху-пура – внешняя граница янтры, обозначающая элемент земли. Вот это. А то скажете, что йогуты подают, а что это изображается на чатрах. Не знаете. Да. Квадрат обозначает элемент земли. Каждая янтра начинается с центральной точки бинды. И заканчивается границей в форме квадрата. Это символизирует эволюцию Вселенной. Символизирует эволюцию Вселенной. Начинающуюся на тонких планах. И заканчивающуюся грубыми планами. От эфира, или пустоты, до конечного элемента земли. Символизирует эволюцию Вселенной. Начинающуюся на тонких планах. И заканчивающуюся грубыми планами. От эфира, пустоты, до конечного элемента земли. Согласно тандрическому знанию, в человеческом теле существует 7 основных чатрах. 7 аналитических центров. Каждый чатрик присущ своя энергия, имеющая определенную форму. Не похожая ни на какую другую. Каждый чатрик соответствует своей янтре, свое божество. Или гевата. Божество, соответствующее чатре. Гевата. А у этого божества есть атрибуты и обязательно ездовое животное. Все непременно. Ездовое животное. И здесь прямая аналогия шаманизма. В технике которого шаман встречается с тотемным животным. Вступает с ним в взаимодействие. Осознает свое морфо-генетическое единство с целым природным видом существ. Коллективное сознание которых начинает ему помогать в уцелетении. Либо в иной деятельности. На благо соплемения. Иногда во время соплемения. Но такие, как правило, шаманы долго не заживаются. Которые вредят. В центре янтри как раз и означают божество. А расходящиеся по кругу лепестки. Энергетические рифли. У каждого божества и геваты есть своя мантра. Звуковая вибрация, которая на тонком плане имеет ту же форму, что очерчивает янта. Звук божества или его имя на тонком плане тоже форма обладает, что это янта. Энергиями димат или божеств пронизана всеми раздами. Вся природа вокруг нас состоит из этих энергий. В том числе и человека. И если в жизни человека не достается определенной энергии. То ее можно привлечь с помощью янт и ритуальных практик. Брамин. Люди давно практикующие медитацию. И обладающие сверхъестественными способностями. А также йоги. Мог видеть эти энергии. Брамин рисует янтри. В процессе читая мантру божеству. Для которого каждый из них предназначен. Затем. Янтри наполняется энергией. В процессе проведения пуджи и лихомы. Пуджи и лихомы это ритуальный обряд. С помощью мантры пробуждается энергия божества. И оно поселяется в янтри. Который служит домом для него. То есть божество привлекается и поселяется в янтри. После этого янтра является самим божеством. Ее ставят на алтарь или закручивают в трубочку. Кладут внутрь так называемого кавачи. Специального миниатюрного кутляра. И носят на теле. Сейчас. Кутляр называемый кавач. Но не нужно думать что это только в индуизме разве. Интересная история такая казачья. Когда во время Турецкой войны. Иначары поймали казака. И забрались было уже его казнить. У него на шее была ладанга. Которую ему передавали от отца отцу от деду. Говорили что ему жизнь спасут. Они смеясь и демясь решили над святыней казака поглумиться. Сдернули и вскрыли. И обнаружили в этой самой ладанке. Ферганин с арабским языком имени Малах. Потому что когда-то казак. Давнешний предок. Побратался с янычаром. Давным-давно они обменялись. Ладанками. И это давно. Вот это вот ладан. Иначе просто от отца к сыну передавалось. А где увидели, прониклись для некого святыня. И отпустили вместе с ладанками. И в любой религиозной традиции. Культ мощевиков и прочего прочего прочего. У индуистов это так. Дальше. Буддистская хронография. Сложная наука, однако, суть в том, что за образом каждого из Будды, изображаемых на буддийских иконах, стоит не только персонаж, но и концентрированным с густом психологического опыта. За каждым Буддой, концентрированным с густом психологического опыта. Определенный смысл ассоциируемый у буддистов с именем конкретного Будды или святого. У них бесчисленное количество Будды. Не только Будда Гаутама. Есть иконы, которые можно читать как карту психологических путешествий. И которые именно для этого предназначены. Психологически в широком смысле. Считается, что, получив навыки правильной концентрации, Буддист в поисках просветления способен по конкретным иконам и мандалам путешествовать по путям, проложенным до этого буддийскими мистиками. Есть мандалы, созданные специально для одной лишь цели. Быть картой, отображать структуру космического мироустройства. Ну и те, кто даже в первом приближении к буддистскому ядриду начинают медитировать на мандали. Берется какой-нибудь мандала. Фон, как правило, зеленый. На фоне, когда изображается дерево. Это картография, допустим, буддизма Баджаяны. Направление Кармакхаги. И там изображены на фоне дерева святые буддийские позы. И человек должен смотреть туда, вооружая состояние. Если есть безмыслие, картинка становится объемной, и он уже чувствует себя внутри. И уже общается, а они дают ему наставление там. Это не как фантазия, а как нечто непоклассное именно личной воле, по своим законам уже начинающей исходить. Таким образом, тоже вышесказанно, можно сделать вывод о том, что человек – это некое пространство сознания и эмоционально насыщенных смыслов. Человек – некоторое пространство сознания и эмоционально насыщенных смыслов. И, подобно космосу, для собственного познания это пространство человека должно быть картографировано. Подобно космосу, для собственного познания, пространство человека должно быть картографировано. Внутри нас существует представление о пространстве. Проблема лишь в том, что навыки самопогружения и способность к перемещению по пространству внутреннего космоса необходимо тренировать. Навыки самопогружения, перемещения по пространству внутреннего космоса необходимо тренировать. Дело в том, что человек существует во всех мирах одновременно. Это можно объяснить тем, что человек включен в картину мира ногами, туловищем и головой, а также мыслями, чувствами и инстинктами. То есть мы все постоянно всем своим существом пребываем в трехслойной структуре космоса. Однако, не все содержание в поле нашего сознания осознается. Ведь наше внимание, хоть и обладает достаточным объемом и распределением, но не обладает бесконечным потенциалом. Мы не можем осознавать все сразу. Эту мысль подчеркни. Мы не можем осознавать все сразу. Мы фиксируем только небольшой кусочек реальности и называем это сознательным вниманием. Мы не можем осознавать все сразу. В обычном состоянии этого цвета. Мы фиксируем только небольшой кусочек реальности и называем это сознательным вниманием. То, что попадает в фокус нашего внимания, так или иначе относится к одному из миров нашего космоса. Обычные люди привыкли фиксировать некоторое количество отдельных феноменов среднего мира. Обычные люди – некоторое количество феноменов среднего мира. Большинство людей даже не догадываются, что черпают энергию и информацию из нижних и из верхних миров постоянно. Просто привычка к определенному способу восприятия не позволяет им понять истину. Эмоции и чувства, мысли и желания, которые мы испытываем в обычной жизни, неоднородны по составу. Распределены в нашем психическом пространстве, слово напишите, дискретно. Эмоции и мысли распределены в нашем психическом пространстве дискретно. То есть, прерыви 100. Прерыви 100. И имеют отношение не только к определенным мирам, но и к определенным сущностям, там обитающим. И сущности эти в большинстве своем не очень для человека полезны. Эмоции и чувства, распределены в нашем психическом пространстве дискретно. И имеют отношение не только к определенным мирам, но и к определенным сущностям, там обитающим. В соответствии шаманским, буддийским, йоговским космосам. Такие состояния, как, запишите, гнев, зависть, злоба, жадность, сладострастие. Все это связано с духовными сущностями, живущими в определенных мирах. А говоря более точно, это все и есть миры, в которых обитают определенные сущности. В буддизме, к примеру, есть мир голодных духов. Этот мир – жадность. И там все существа испытывают недалимый голод. У них головка большая, горлышко узенькое, постоянный голод, животик большой. И они очень глупые. Они набирают, убирают еды, в рот напихивают. Не прожевать не могут, не проглотят. Но и там можно заниматься йогой. И даже некоторые считают благословением там заниматься. Потому что невероятные страдания некоторых из этих гемонических существ на путь йоги ставят. В чем у них заключается йога? Не полностью дед набивать, а помаленьку-помаленечку. По чуть-чуть. Я набираю чуть-чуть, сразу в горлышко пошло. И это дает им энергию, и они сливаются с братом. Считается, что даже богам непросто заниматься йогой, потому что они живут в неге и в комфорте. А также в гордыне этого всего. А демонюгам проще, потому что плохо страдают, лучше тянутся. Ну хоть и тоже боятся умереть, хоть они и живут огромное количество миллионов лет, но все равно исчезают. И там тоже йогой мы вынуждены заниматься. Так, ну перейдем и к концепции йоги. Следующий вопрос? Нет, здесь же закончим просто все, и вытужим. Так. Концепция аффектов в йоге, концепция аффектов. Концепция аффектов. Сиди. Я нахожусь в состоянии айяда. Здравствуйте. Схоже с представлением об одержимости духами в шаманизме. Аффекты – это ложные наполнители сознания. Их выделяют пять. Пять аффектов. Аффекты. Это неведенье. Эгоизм. В лечение. В раздепность. Животная жажда жизни. Животная жажда жизни. Жажда. Пусть буду присвыкаться, но останусь живым. Это вот вообще. Их преодоление представляет собой этическую и психотехническую правду. Ее основой является этическая философия йоги, самоконтроль, выполнение духовных предписаний. И, а вот дальше, как справиться со всеми демонами? Психическая концентрация саньяма на позитивном представлении сознания. Психическая концентрация на позитивном представлении сознания. И перечисленные традиционные, которые предлагают для концентрации. Это духовный учитель. Ну, я буквально короткую ремарку сделаю. Духовный учитель. В некоторых юбилейских храмах, особенно тайны и святых, их называют храмы высшей надежды. Человеку предлагается встреча с истинным духовным учительом. Он не сразу подвергается личного доиспытаниям, прежде чем до этого духовного учителя доходит. Заходит в полумрак храма, верит, что какая-то фигура к нему приближается, маяч. Когда он покроет поближе, он видит, что это зеркало. Духовный учитель отражается в зеркале. Высшей духовной учитель. Или ты то. Дружелюбие. Сострадание. Радость. Беспристрастность. Высшее благо. Причем не концептуальное постижение, что есть высшее благо, а просто человек этим задается, это сознание удерживает. И у него возникает инсайд. Что же это такое? Ну и последнее. Прочитаю, послушайте, а одну мысль я пишу. Йогу-шаману, породу своей деятельности, необходимо быть нравственным человеком в традиционном смысле. Их внутренние и внешние миры должны быть в гармонии. Именно это обеспечивает психическую целостность и здоровье. Нравственные качества необходимы йогу-шаману в качестве экологического щита. Но шаман, в отличие от йога, вынужден за специфики своей роли в социальном окружении путешествовать по адским мирам и делать много грязной работы, оставаясь при этом в здравом рассудке и не теряя здоровье. Очень часто шаман бывает там, где менее чистый, то есть не выгнавший из себя чужаков. Человек непременно смехнулся или потерял душу. Разумеется, первое важнейшее требование йоговской шаманской практики – жить не по лжи. Имеет привычку говорить себе и людям правду. Не путаться, не выгать над людьми и самому себе. Для шамана, как и для йога, ложь категорически запрещена. Корыстная ложь идет к нарушению чистоты восприятия. Доступ по глубинам своей психической реальности, утратить ориентировать, утрачивать способность ясного видения. Но это не значит, что он такой со всеми откровенничий, потому что там еще один есть принцип. Который в таком современном перевожении древнего шаманизма называется «стирание личной истории». Тоже можете отметить «стирание личной истории» или «создание личного мимо». То есть имеется в виду, что человеческое внимание фиксирует личность человека в неизменном состоянии. То есть родственники, друзья, коллеги-сослуживцы формируют некий шаблон человека. Этот шаблон в виде поведенческих стереотипов накладывается на человека, и он никуда из него не может вылазить. Шаг влево, шаг вправо, несоответствие шаблонированной схеме. А и человек обратно запихли. Потому что существует некая коллективная договоренность, в которой каждый держит каждого. Что мир он такой, такой он и есть, никакой иначе. Тогда человек пытается отсюда выползти, ему обратно засол. И поэтому в некоторых случаях временное уединение требуется человеку. И он либо перестает особо о себе рассказывать, либо создает альтернативную версию в своей биографии. И делает доступной именно ее. Тогда он начинает быть более свободным в общении. И вот эта вот оболочка рушится. Более подробно об этом можно, ну допустим, если не читали, то рекомендуйте хотя бы по диагонали приобщиться. Называется «Путешествие в Х-План книжа». «Путешествие в Х-План книжа». «В Х-План книжа». «В Х-План книжа». «Афер Карлс Кастанедр». «Кастанедр». «Кастанедр». «То есть в любой ситуации находить неожиданное, неожиданное решение для развития своего сознания». «Если вспомнить, что йога – это совершенство в действиях, то она равна Кастанедрскому сталкиванию в этом плане». «Какая, Виктор, прямая традиция?» «Ну, для тебя, да, для меня прямая жизнь». «И в этом плане, что интересно во всём?» «Интересно, что так называемое «жить не положить» чаще всего – это есть манипуляция, это слово «не положить». «Имеется в виду, что если всё есть брахман, то жить не положи, не создавать себе иллюзии по поводу своей самости, нужно только по отношению брахмана и своей истинной природы. Его нельзя обмануть. То есть конечная цель любого человеческого существа – это достичь себя. А всё остальное – это иллюзия, самообман, самоподокание, самоправдание, по сути, ложь самого в себе. Только туда. Вот это вот, да. А туда, говорит, ты должен ему и всю правду, не ругить и прочее, прочее. Это уже социальное взаимодействие, игры. И, я бы так сказал, доминирование одного эго над другим эго – это не главное. А разве брахман во всём проявляется вокруг тебя? Во всём проявляется, но ты же живёшь… Нет, ну получается, если лгёшь кому-то другому, то ты опять же ему лгёшь. Конечно. Главное во всём – это мир и гармония в душе. Если у тебя функция лгает другому, может быть, из-за этого создана, чтобы человек испытал определённый опыт, перестал быть инфантинным и ребящим, научился людям не столько грязь, сколько их проверять. И ты выступаешь, в данном случае, в роли чёрного учителя для человека. Он делается мудрее. Но, может быть, он делает все открытия, потому что думаешь, что не блюй в колодец, пригодится и водится написано. Или ты ему лжёшь, а он тебе со всей искренностью. И думаешь – гад-ля-гад. Делаешься правдилым и искренним, в данном случае, брахманом. Но всё остальное уже начинается с гемагогией, потому что начинается личная жизнь, взаимодействие, пребывание, попытка соответствовать некому идеалу, попытка найти мир в душе, если эти соответствия не наполятся, попытка как-то оправдать своё несовершенство. И так, при иначе йога, помогая, становитесь более объективными, хотя бы на первом этапе перестаёте лгать самому себе, заниматься самоплоданием и самоплоданием. И чувствовать, в каких ситуациях стоит говорить правду, каких стоит она в прежде времени. С того же точки зрения вьяска, конечно, брахман там и брахман, но если рассматривать правдивость как один из элементов теоретической практики, всегда возникает момент адекватности, адекватность, время, место, адресат. Так что, прежде чем врезать правду матку, нужно задрось. Какой она резонанс вызовет и готов ли адресат к этому. Если он начнёт делать всё наперекор, то называется не спрашивает, не лезет, не просит, не помогает. Отстранённый, отрешённый. И не надо быть в этом деле максималистами и ханжами. Ну что, закрываем вопрос. Всё остальное будет уже, кто захочет, в плане реферата, с литературы, с более глубоким изучением терминов, с представлением своей концепции происходящего и своём пониманием мораграммических норм правдивости и объективности.